Близкий друг Бориса Березовского, бывший советник Маргарет Тэтчер, лорд Тимоти Белл, подтвердил факт смерти бизнесмена. Об этом пишет британская Дели Телеграф. Адвокат Александр Добровинский в интервью РБК ТВ заявил, что Березовский покончил с собой. Мне позвонили и сказали, что Борис Абрамович покончил с самым убийством и это произошло сегодня. Также сказали, что к этому шло. Первый очень сильный удар был смерть Патресфили, потом вот этот вот суд, он был весь в долгах, продавал картины, там несколько дней назад пытался отложить 5 тысяч долларов на билеты у знакомых, он должен был крупную сумму Михаила Чернову, говорят и так далее. И вот все к этому шло. О смерти беглого олигарха написали ведущие британские СМИ. По сведениям BBC, Березовский найден мертвым в своем особняке в Саре. Причины смерти бизнесмена неизвестны. А канал Sky News добавляет, что тело бизнесмена нашли в ванной. Первым о смерти бизнесмена на своей странице в Фейсбуке написал зять Березовского, однако официальной информации пока не поступало. Борису Березовскому было 67 лет. Последние 13 лет он проживал в Лондоне, 10 из них в качестве политического беженца. На него были заведены десятки дел по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, в том числе в Бразилии и Швейцарии. До эмиграции Березовский успел получить статус члена-корреспондента Российской Академии Наук и заработать немалые состояния. По оценке Forbes, в 2008 году капитал Березовского составлял 1,3 млрд долларов. В 1994 году олигарх пережил покушение. Правоохранительные органы России пока не получали официального уведомления о смерти Бориса Березовского. Об этом агентству ИТАРТАС сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах.